Как в условиях кризиса создавать новые рабочие места, помочь трудоустроиться молодежи и главное, как не потерять рынки стран Таможенного Союза и ЕС и сохранить сложившиеся производственные связи? Такие вопросы обсуждали сегодня в Киеве на встрече членов Международной Организации Работодателей Европы и Центральной Азии. Глава Федерации Работодателей Украины Дмитрий Фирташ предложил создать трехстороннюю рабочую группу из представителей украинского, российского и европейского бизнеса, чтобы оперативно решать противоречия, которые возникают между странами-членами ВТО. К такому решению подтолкнулась ситуация, которая сложилась в прошлом месяце, когда на украинско-российской границе застряли сотни тонн грузов из-за действий российской таможни. Тогда, по словам Дмитрия Фирташа, убытки понесли не только отечественные компании, но и предприятия стран Таможенного Союза. Потеряв рынок, мы потеряем много. Мы потеряем рабочие места, мы потеряем бюджеты страны. Сегодня там много обсуждений идет. Мы идем в ЕС, мы идем в Таможенный Союз. Куда мы идем, кто куда идет, пускай политики принимают решения. И моя главная задача, что в этом движении, куда бы мы ни шли, мы должны с вами, вместе Европа, Таможенный Союз и мы, как украинцы, сохранить рынки. И, как сообщил Дмитрий Фирташ, Украине удалось решить еще одну традиционную проблему – договориться о создании запасов газа на зимний период. До конца октября в подземное хранилище будет закачано порядка 21 миллиарда кубометров топлива. Это частично газ компании Остхэм, принадлежащий групп Диэф, частично украинской добычи и Газпрома. По мнению Дмитрия Фирташа, этого количества топлива хватит, чтобы пережить любую зиму.